Ну а теперь снова обратимся к проблеме неопознанных летающих объектов. А проблема заключается в том, что НЛО давно уже стало фактором международной политики. Недавно влиятельная британская газета Guardian на первой полосе разместила сенсационную статью о том, что инопланетные корабли замечены над Лондоном. В 1982 году Рональд Рейган в телеобращении перед нацией заявил о том, что космические пришельцы уже среди нас. Обращение вызвало панику. Белый дом вынужден был даже давать опровержение, мол президент не знал, что он в прямом эфире, поэтому просто пошутил. Шутил на тему инопланетян и Борис Николаевич Ельцин. Шутки шутками, но когда так шутят первые лица государства, это уже серьезно. Что такое НЛО и как сенсационные сообщения о контактах с внеземным разумом влияют на мировую политику и экономику, об этом в нашем политическом расследовании под названием НЛО «Скрытая истина». Смертельная угроза. Пришельцы могут уничтожить человечество. Такой заголовок недавно появился в английской газете «Гардиан». В статье приводятся ужасные сценарии развития событий. Например, инопланетяне нападают на Землю, чтобы поработить людей. Не исключается и вариант, что пришельцы задумали провести медицинский эксперимент. И заразят человечество неизлечимой болезнью. Почему серьезная политическая газета «Гардиан», не гоняющаяся за пресловутыми рейтингами, вдруг стала сеять панику среди людей? Неужели появились какие-то неопровержимые факты существования инопланетян? И в ближайшее время действительно произойдет нечто ужасное. Доктор наук Владимир Васильев считает, что сенсационная публикация вызывает двоякое чувство. С одной стороны, есть подозрение, что она появилась в связи с утечкой секретной информации. Проблема, почему эта статья попала в «Гардиан», связана была именно с тем, что один из авторов был сотрудником планетарного отдела НАСА. И создалось впечатление, вполне естественное, что данная статья представляет из себя ничто иное, как открытый вариант закрытого доклада, подготовленного для руководства НАСА. С другой стороны, не в правилах НАСА публиковать подобные статьи без ведома высшего политического руководства США. Если не сказать большего. Всем хорошо, как бы сегодня известно, что подобного рода, может быть, материалы, ну, действительно, скорее инициированы сверху, нежели являются продуктом, продуктом такого творческого, творческих изысканий исследователей и ученых. Тем более, что они часто заняты какими-то своими проблемами. И практически проблема вот социального заказа не снята. Она есть и существует. Незадолго до выхода этой статьи, в солнечный день над Лондоном был замечен ярко-белый диск. В начале его приняли за целлофановый пакет, унесенный ветром. Но когда небесное тело рвануло за облако, а затем так же резко вернулось обратно, стало понятно, что это не пакет, а объект, похожий на инопланетный корабль. Через некоторое время от него отделились по разным подсчетам от 9 до 12 летающих капсул. Они выстроились в треугольник и стали носиться в небе над штаб-квартирой телерадиовещательной компании BBC. Как будто пытались привлечь к себе внимание телевизионщиков и попасть во все новостные программы мира. Мнения исследователей разделились. Одни считают, что лондонские события являются косвенным доказательством того, что пришельцы стягивают свои войска, чтобы нанести удар по землянам. Появление налон от какими-то крупными объектами сопровождаются возникновением аварий. И, в принципе, сами пришельцы, по анализу многих уфологов, их можно рассматривать с большим знаком минус. То есть они, по крайней мере, не проявляют каких-то дружественных контактов. То есть все контакты, они, ну, либо агрессивны, либо нейтральных характеров. У других исследователей на этот счет абсолютно противоположная точка зрения. Дело в том, что инопланетяне, они могут воевать только с себе равными. Потому что, ну, вот будете ли вы воевать, скажем, с лягушками на болоте, там, или с лесными мышами? Ну, это же не серьезно, или с комарами. Не, ну, можно, конечно, если они надоедают, немножко травануть. Но война с разных уровней не бывает. Третья версия заключается в том, что НЛО над Лондоном не имеет к космическим аппаратам пришельцев никакого отношения. А значит, летающие тарелки созданы земными конструкторами. Летающие тарелки, которые наблюдаются на планете, и которые мы можем видеть, они в основном существуют только для путешествий на данной планете. То есть, ну, в рамках вот этой вот гравитации они не предназначены для путешествий межзвездных. Потому что там они, как бы, абсолютно бесполезны. Они не смогут перескакивать с одной планеты на другую. Это очень сложно. Ни для кого не секрет, что земные инженеры стали создавать летательные конструкции сигарообразных и сферических форм еще в начале прошлого века. Не исключено, что секретные эксперименты в этой области продолжаются до сих пор. В 50-х-60-х годах, наряду с испытанием атомных бомб и разработкой космических программ, Советский Союз создавал летательные аппараты сферических форм. Они конструировались на Павлодарском тракторном заводе и испытывались на полигонах Казахстана, попадая в зону внимания многочисленных воинских подразделений. В одной из таких частей служил Владимир Зайцев, ныне известный путешественник. Когда он вспоминает о своей армейской службе, он обязательно упоминает о тех летающих тарелках, которые наводили на него страх и ужас. Вечерняя поверка стоит, там 20 человек бойцов вечером, значит, и офицер их разводит, и вдруг в казарме, и вдруг над казармой зависает какой-то блин, типа подсолнуха, со светящейся бахромой. Первое чувство любопытства пропадало через секунду. Бойцов охватывал непонятный страх. Угнетала мысль, что ожидать от этого объекта. А затем начиналась паника. Офицер, как ему положено, пытается реагировать по-командирски, он выхватывает свой пистолет, и сейчас вот-вот будет стрелять в объект, который завис на секретной части. А бойцы, охраняющие секретную часть, уже в панике разбежались, побросав свой автомат. На прилетающие блины долго смотреть было невозможно. Слепило глаза, будто смотришь на сварку без светозащитных очков. Вот висит этот блин размера непонятного, потому что не с чем сравнивать. Вот, на кой на высоте. Ну, явный такой блин там с какими-то решетками. Через какое-то время тарелка улетала, а небо начинало светиться. Потом появляются какие-то лучи, вот, белое пятно, ночью вдруг появляется, значит, идет-идет, потом резко меняет траекторию, исчезает куда-то. Вот, пятно. Значит, что это такое? Это не было единичным случаем. Тарелки прилетали по несколько раз в месяц. А наутро после очередного происшествия всех солдат заставляли писать докладные записки о том, что они пережили накануне. Министр обороны тогда, это был конец 70-х, выпускает приказ, значит, засекретить эту информацию, все, что вы видите, услышите, значит, фиксируете, отдаваете, никому больше не говорите. Сильное электромагнитное излучение, исходящее от засекреченных летательных аппаратов, влияло на психическое состояние бойцов, а также вызывало сбои электронных приборов и другой высокотехнологичной военной техники. Когда такие объекты появлялись, у нас клинила радиосвязь, не работал даже электрический простой телефон, и ощущение было неисприятное. Объектов таких там в том округе было очень много, в северо-западном, неизвестно почему. Юрий Архангельский служил в пограничных войсках КГБ СССР в конце 80-х. К тому времени летающие тарелки советского образца уже не выпускались. Еще во времена правления Никиты Хрущева они были сняты с производства. Хрущев не считал тарелки перспективным оружием, таким, как по его понятиям были баллистические ракеты. А вот американцы, наоборот, по неофициальной информации продолжали совершенствовать летательные аппараты сферических, треугольных и сигарообразных форм. Ну, вот, скажем, забросить куда-то шпиона или какую-нибудь сумму денег или, наоборот, вывезти что-то. Ну, для этого они используются и сейчас. Вот часто вот наблюдают, как я говорил, тарелки в Иране над ядерными объектами Ирана. Ну, кто это летает там? Наверное, пришельцам очень интересно ядерные объекты Ирана. Мы же знаем, кто в основном выступает против ядерной программы Ирана. Статья в Weekly World News от 5 апреля 1999 года. Ученые насчитали 52 случая появления летательных объектов над измотанными войной арабскими государствами. Главным образом, над Кувейтом, Ираном, Ираком и Саудовской Аравией сообщается о вращающемся световом диске более трех часов висевшем в воздухе, который издавал глубокий шипящий звук и непрерывно менял свою окраску, прежде чем вскрыться за горизонтом в ночном небе. В этой статье уже подразумевается, что тарелки инопланетные. И ни слова о том, что они могли быть земной, американской конструкции, и в них могли находиться пилоты НАТО, например. Ведь подобных аппаратов хорошо корректировать огонь или вести разведку. Именно для этих целей летающие тарелки использовались вермахтом в годы Второй мировой войны. Данный объект какие преимущества он мог просто зависать? Поскольку тогда не было вертолетов, а воздушные шары были легко уязвимы, то подобный объект был очень удобен именно для этого. Потому что при своих небольших размерах она могла зависнуть на определенной точке достаточно долгое время и, соответственно, корректировать огонь артиллерии. Конечно, это ее предназначение, я думаю, в военных рамках, которые тогда имелось при создании этого объекта. Итак, если допустить, что над Лондоном летали не инопланетяне, а тарелки земного происхождения, то возникает подозрение, что небесное шоу и последующая публикация в газете Guardian инициированы влиятельными политическими кругами США и Британии. Только зачем? Может ли феномен НЛО быть использован правительством и спецслужбами этих стран как элемент какой-то политической игры? Давайте для начала рассмотрим мировую экономическую ситуацию. Ведь если эта игра политическая, то она должна строиться прежде всего на экономических интересах. Итак, США сегодня обладает самой мощной экономикой, самыми новыми технологиями, самой главной резервной валютой, самой сильной армией. Американцы доминируют на планете. Им такая ситуация нравится. И они, естественно, хотят оставить все как есть. То есть законсервировать благополучие и перенести его в завтрашний день. И в этом нет ничего удивительного. У них есть эмиссионный центр. Понимаете, доллары нужны всем, потому что это одна из двух резервных валют. Вторая – это золото. Когда у вас есть резервная валюта и у вас есть эмиссионный центр этой резервной валюты, вы можете делать, в принципе, все, что вы хотите. Вы можете бесконечно финансировать дефицит бюджета. Вы можете с помощью этой валюты влиять на политический режим в других странах, на экономику других странах, поскольку это резервная валюта. У вас есть эмиссионный центр. Вы можете манипулировать курсом этой валюты, как мы видим в последние, скажем, 40 лет, если она ничем не обеспечена. Отсутствие необходимого золотого запаса – это и есть слабое место Америки. Государственный долг США на сегодня достиг таких размеров, что не позволяет им в принципе когда-нибудь его погасить. В этом смысле это пирамида. Но эта пирамида существует и в Японии, и в Евросоюзе. Вот в Греции она начала рожиться. Первая, самая слабая экономика была. Поэтому в этом смысле любая валюта, не обеспеченная каким-то материальным активом, это и есть пирамида. Известный российский историк Николай Стариков в своих книгах и многочисленных публикациях пишет так. Чтобы придать устойчивость своей финансовой системе, американцам жизненно необходимы новые Косово, Ирак, Ливия. Им нужно чужими руками провоцировать беспорядки в разных точках планеты, разжигать межнациональную рознь и приводить к власти экстремистов и фанатиков, которые под лозунгами освобождения, справедливости и демократии могли бы втянуть свои народы в кровопролитную войну. Надо выдумать несуществующих террористов и гоняться за ними по всему свету, разрушая бомбежками города, а на деле экономику тех стран, которые хотят быть самостоятельными, независимыми от американской денежной пирамиды. Хаос и революции вне США укрепят доллар, поскольку никакой бизнесмен не будет вкладываться в шаткие политические системы, а значит все активы потекут в стабильную Америку и союзническую Британию. Как говорится, ничего личного, только бизнес и доллар. Подчеркнем, это всего лишь версия. Мы не вправе официально утверждать причастность англосаксов к терроризму и мировому беспорядку без документальных свидетельств, которые, может быть, и хранятся в сейфах Пентагона. Но хочется верить, что США и Британия искренне мечтают победить терроризм. И действительно ценят основы демократии, при которой любая точка зрения должна заслуживать своего внимания, в том числе и версия российского историка Николая Старикова, объясняющая феномен НЛО и потенциальную угрозу пришельцев состоянием мировой экономики. А ее нестабильность может наводить на мысль, что пропаганда угрозы инопланетных цивилизаций это политический блеф под прикрытием американской государственной тайны, помогающей выколачивать деньги у налогоплательщиков на подпитку военных программ и позволяющей порождать массовые психозы. Так проще управлять обществом. Вопрос об этом контакте возможно стоит в связи с широко растиражированной проблемой 2012 года. И тот факт, что в конце скажем, 2012 года ожидаются какие-то определенного рода социально-экономические политические катаклизмы на нашей планете. Иногда это и называется реализацией библейского апокалипсиса. Анализируя историю уфологии за последние 60 лет, нужно отметить, что никаких подтверждений о том, что кто-то из людей видел живых пришельцев не существует. И никому из людей инопланетяне ничего дурного не сделали. Есть только сомнительные рассказы очевидцев о похищениях, легенды о каких-то засекреченных документах. И ни одного подтвержденного факта, кроме кинопленок непонятного происхождения, наподобие этой, запечатлевшей якобы найденных в Розуэл гуманоидов. Делать из этого вывод, что там опять-таки разбилась тарелка и были тела гуманоидов, вот это уже, на мой взгляд, неверно, потому что никаких серьезных доказательств этого нет. Владимир Робцов уникален тем, что в советское время стал единственным ученым в нашей стране, который смог защитить диссертацию на тему внеземных цивилизаций. Он, как и многие специалисты, не исключает, что жизнь на дальних планетах существует. Но под эту сурдинку можно на Земле водить всех за нос, разыгрывая ходы большой политической игры под названием «Угроза НЛО». Но давайте обо всем по порядку. 7 июля 1947 года обычный владелец ранчо штата Нью-Мексико сообщил полиции, что видел в 75 милях северо-западнее авиабазы «Розуэлл» падение летающей тарелки. Спецслужбы незамедлительно провели секретную операцию по извлечению обломков НЛО для научного исследования. При прочесывании местности были найдены останки четырех маленьких человекоподобных существ. Так сообщает пресса. Но была ли эта история на самом деле? Или это хорошо спланированная акция американских спецслужб, которые с помощью уфологов дали просочиться дезинформации? Историю в Розуэл американцы засекретили, сделав это так тонко, что о ней узнал весь мир? Через какое-то время правительство США решает придать огласке этот случай. Общественность с нетерпением ждет сенсационный материал. Когда в американском конгрессе решили по официальным каналам найти данные о том, а что же там такое было, то данные, которые не должны были никогда уничтожаться, хранить вечно, что называется, их не оказалось. И главное, никого не нашли, кто уничтожил, почему уничтожил, на основании какой бумаги, в конце концов. То есть любые уничтожения официальных документов должны вестись на основании бумаг. Фактов никаких. Секретных документов нет. И, возможно, никогда не существовало. Но, во-первых, поднятая шумиха вокруг несуществующих пришельцев усилила подозрительность общественности и позволила сделать нужный высшим политическим кругам вывод о том, что секретные документы уничтожены специально. А значит, выходит, что гуманоиды прилетали на самом деле. Во-вторых, эта история, затянувшаяся на долгие годы, позволила из кармана налогоплательщиков выбить нужную сумму на военные цели. Поскольку уже через два месяца после случая в Розуэлл, а именно в сентябре 47-го года, президент США Трумэн издал особое распоряжение по организации секретного исследования НЛО под названием Операция Маджестик-12. В состав аналитической группы, кроме крупных специалистов по атомной энергетике, астрономии и вооружению, вошли два бывших руководителя американской разведки. А чуть позже к ним присоединился директор ЦРУ генерал Уолтер Смит. Ничего удивительного, именно ЦРУ с самого начала контролировала все работы и подготавливала дезинформацию в этой области, разжигая любопытство обывателя. Чего стоит знаменитый случай контакта НЛО с военно-медицинским вертолетом США, который летел по срочному вызову? Вот как о нем сказано в документах. Во время полета летчики увидели летательный аппарат сферической формы. Пилоты даже не успели удивиться. Из тарелки был выпущен зеленый луч. Он осветил вертолет и ослепил пилотов. А затем вертолет мгновенно набрал высоту. Они были поражены, что мгновенно, сравнительно быстро, ну я не помню, допустим, в течение десятков секунд они были подняты вот на высоту в два-три раза больше, над которой они летели. Это для них было полной неожиданностью, потому что вот сразу такой вот скачок, прыжок на высоту, скажем, с километра до трех километров, понимаете, это было настолько неожиданно. Летчики не помнят, что произошло с ними в тот момент. Был провал в памяти. Они пришли в себя, когда загадочного объекта поблизости уже не было. Общественность проявила к этому случаю небывалый интерес. Непрерывно обсуждая, из какой галактики прилетела летающая тарелка. И пришельцы какой цивилизации, доброй или злой, находились в ней. И тут возник третий любопытный момент, косвенно подтверждающий, что в этой истории что-то не так. Возникло подозрение, что пилоты выполняли задания спецслужб. Чтобы отвлечь внимание иностранных разведок от реальных испытаний нового наземного оружия или новых летательных аппаратов. Дело в том, что через два года после происшествия летчики вдруг вспомнили, что после встречи с НЛО им снились какие-то феноменальные сны. И тут они вдруг вспомнили, что спустя некоторое время, примерно спустя неделю, скажем, из четырех членов экипажа три, допустим, зафиксировали, что на протяжении недели им снились необычайные яркие, красивые, яркие, солнечные, яркие, красочные сны. Потом это пропало. С одной стороны, эти воспоминания подтверждали гипотезу о том, что инопланетяне контактируют с людьми на астральном уровне и могут влиять на человеческое сознание своими инопланетными лучами. С другой стороны, это признание разозлило медиков, специалистов в области природы сна и сновидений. То, что пилоты вспомнили сны через два года с научной точки зрения было наглой выдумкой. Это особенность человеческой психики иногда что-то придумывать, и если об этом достаточно долго думать, это для человека становится истиной. Да, и он сам начинает в это абсолютно верить. И когда мы говорим, что два года назад приснился сон, который он вспомнил, вы помните, что вам снилось хотя бы неделю назад. Однако логика ученых-медиков совсем не убедила уфологов. Я думаю, что уфология всегда работала совместно со спецслужбами. Другой разговор не по прямой указке, но под некоторой своеобразно организованной дезинформацией. Это я полностью согласен. Другой разговор зачем? Как бы там ни было, американские уфологи обвинили руководство своей страны в сокрытии подлинной информации и выдвинули версию о том, что правительство США подписало взаимовыгодный договор с одной из инопланетных цивилизаций. Предполагалось, что контракт позволял пришельцам пользоваться полезными ископаемыми, осуществлять отбор крови у крупного и мелкого рогатого скота, а также похищать людей для экспериментов. Взамен пришельцы снабжали США своими инопланетными технологиями. Существует развивающаяся цивилизация, находится она в районе есть такая Z-Orion звезда созвездия и вот с этого созвездия и у них есть свой интерес на данной планете конкретно. Американскую цивилизацию контролируют они. Но опять-таки это ничем не проверенные утверждения, которые могут построить в рамках гипотез. Эта гипотеза существует до сих пор и с каждым годом она обрастает новыми фантастическими деталями. Сегодня представителей инопланетной цивилизации, с которой у американцев якобы подписан договор. Исследователи сравнивают с рептилиями. Эта цивилизация на самом деле рептилийная, но она имеет очень высокоразвитые космические технологии, которые позволяют им здесь присутствовать и присутствовать в рамках такого рода гиборга. Обама не змей, но те, кто им помогает, кто эта цивилизация контролирует, двигает, они имеют к этому отношение. В 2009 году был рассекречен ряд документов, связанных с правлением президента Кеннеди. Обнародованы два письма, которые он написал за 10 дней до убийства. Это дало новую пищу для размышления на тему связана ли политическая верхушка Америки с инопланетными цивилизациями. Август 1963-го. Потепление в советско-американских отношениях. В Москве подписан договор о запрещении ядерных испытаний. Кеннеди выступает с программной речью. Кеннеди выступил с подобного рода программной речью. В этой программной речи он призвал к совместному советско-американскому космическому сотрудничеству, не исключая и совместный полет на Луну. Тем более, что он был автором проекта Аполлон 1961-го года. Советская сторона на предложение Кеннеди не откликнулась. Зачем? Мы и так опережали американцев в исследовании космического пространства. Поэтому инициатива американского президента воспринималась как попытка США наверстать упущенное за счет СССР. Но Кеннеди продолжал гнуть свою линию. Он понимал, что русские пойдут навстречу в случае, если он поделится с ними какой-то важной информацией. Прилетев на родину, Кеннеди написал два письма. В одном он обратился к директору НАСА с просьбой подготовить советско-американский космический проект, чтобы его можно было обсудить на встрече в верхах. А вот второе письмо адресовано директору ЦРУ. 1 февраля 1964 года подготовить мне доклад на основании секретных файлов или секретных досье Центрального разведывательного управления, в которых бы, которые мы могли, во-первых, рассекретить, но которые бы мы могли бы действительно довести или использовать в наших разговорах, переговорах с русскими. Другими словами, Кеннеди приказал разведке вычленить из секретных файлов нужную информацию, которой он хотел бы поделиться с Хрущевым взамен на то, что СССР поможет Соединенным Штатам ликвидировать отставание в вопросе освоения космоса. Что это за секретные сообщения? Знает только узкий круг лиц. Через 10 дней Кеннеди не стал, он был убит. И тогда сам факт появления вот этого, этих запросов за 10 дней вдруг, притом там и фигурировало, что речь идет именно об НЛО. и породило какую-то определенного рода моменты. Понимаете, что это обстоятельство могло быть задействовано. Исследователи считают, что элитные круги США предотвратили попытку президента раскрыть великую американскую тайну. Причем здесь уже не важно, контактирует ли Америка с инопланетными цивилизациями или это просто блеф. мифический козы, с помощью которого на протяжении многих лет, начиная с события в Розуэлл, разыгрывается хитроумная комбинация. Это как игра в покер. Никто не знает, какие карты у игрока, который раз за разом повышает ставку. Никто не знает, блефует он или нет. И проигрывает обычно тот, у кого сдают нервы. Когда кто-то пришел к выводу, что позиция Кеннеди является предательской по отношению к высшим национальным интересам США, так как ее понимали консервативно настроенные люди, эта версия имеет под собой право на существование. с каждым днем информации о прилетающих НЛО становится все больше. Осенью 2010 года эти кадры из Америки облетели все телеканалы мира. Грандиозное представление среди Бела дня состоялось над Манхэттеном. Свидетелями стали тысячи человек. Любопытно, что ни один военный самолет не был поднят в воздух, хотя речь шла о безопасности США. Но военные были спокойны, как будто о чем-то знали. Потом они скажут, что радары не смогли засечь неопознанные цели, а местные власти на всякий случай закрыли все аэропорты Нью-Йорка. Может быть для того, чтобы эта история надолго запомнилась? Не правда ли? Довольно странная ситуация. Как будто кто-то пытается напустить туману в этом инопланетном вопросе? В интернете появилась даже информация о тактико-технических характеристиках оружия инопланетян. Представлены схемы ионных пушек, которые мощными лучами за доли секунды могут прожигать на Земле все живое. Ком паники похоже нарастает. В продаже вот-вот появятся катафоты. Специальные костюмы-отражатели способные защитить людей от лучевой атаки пришельцев. Вот это самый простой катафот, который является защитой от композитного лучевого оружия. Этот катафот лучше классического, который на Земле используется в полтора раза. Вот этот катафот называется тайский-китайский. у него уже коэффициент отражения в два раза лучше, чем нашего классического. А это один слой катафота Яка. Если сделать второй слой полупрозрачный, то он будет работать в четыре раза лучше нашего, то есть отражать практически 95% излучения обратно. Казалось бы, сюжет для фантастического фильма. Однако, если подходить к феномену НЛО объективно, то полностью исключать возможность существования инопланетных цивилизаций безусловно нельзя. Поскольку наши знания о ближнем космосе, не говоря уже о космосе дальнем, невероятно скудны. Мы практически ничего не знаем о внеземных цивилизациях, кроме того, что они возможно существуют. Инженер Александр Кушелев проживает в одной из деревень Подмосковья. Однажды его заинтересовал вопрос, почему многие деревья в Дмитровском районе со временем размягчаются, гнутся и надолго затвердевают в таком положении? Когда я стал интересоваться, кто-нибудь видел или не видел здесь летающие тарелки, то познакомился на платформе турист со сварщиком, который в 2002 году видел летающую тарелку диаметром около 100 метров с так называемыми малиновыми окнами. Он мне нарисовал и я попросил пободробнее рассказать. Сварщик рассказал, что пошел по грибы на любимую полянку и наткнулся на огромный сферический аппарат. Он сказал, что он полчаса почти ходил вокруг этой летающей тарелки, она была 100 метровая, а он находился на расстоянии 50 метров. Но у него не было ни фотоаппарата, ничего, и говорит, я боюсь отойти, потому что она же улетит и все равно не снимешь. На основании рассказа местного сварщика Кушелев сделал вывод, что деревья сами по себе не портятся. Им помогает кто-то сверху. Для них, скажем, наша планета, она как колондайк. То есть они здесь добывают драгметаллы, точнее конкретные изотопы. И здесь могут быть коммерческие разборки и используются, грубо говоря, в качестве оружия инструменты. То есть этими инструментами можно добывать, так же, как электродрелью можно сверлить бетон, а можно голову просверлить. Также и любыми инструментами лучевыми можно, скажем, резать скалы для того, чтобы добыть драгметаллы, а можно уничтожать конкурентов. По версии Александра, с помощью таких высокотехнологических инструментов пришельцы добывают золото и другие драгоценные металлы. перед вами типовая зона добычи драгметаллов. В частности, в Дмитриевском районе галлий добывается. Галлий. Драгоценный металл сегодня оценивается приблизительно в полтора миллиона долларов за тонну. Инопланетянам он необходим для создания техники со сверхвысокочастотным излучением, а также для производства суперкомпьютеров, работающих в сотни раз быстрее наших земных кремниевых. Когда летающая тарелка подлетает к зоне добычи, она начинает ионизировать, скажем, галлий и ионы вытягивать электрическим полем напряженностью порядка миллиона вольт на метр. И когда эти ионы начинают обреплять тарелку, они вокруг нее крутятся в СВЧ-поле, и тарелка становится похожей на огненный шар. А дальше этот огненный шар улетает и где-то обчищает этот галлий и снова превращается в летающую тарелку. С помощью такой технологии можно на атомарном уровне преобразовывать одно вещество в другое. Условно, из железной руды или свинца можно вытягивать ионы золота, а из глины или камней добывать химические элементы и преобразовывать их в хлеб, молоко или любую другую еду. Ведь все, что нас окружает, состоит из одних и тех же элементарных частиц. В результате эти ионы портят древесину, она размягчается, и деревья становятся мягкими, как тряпочка, гнутся в направлении движения ионов. И потом, когда галли добыт, тарелка улетела, деревья затвердевают в этом положении, и уже вот такие гнуты остаются надолго. Если инопланетяне так поступают с деревьями, значит, угроза нападения пришельцев на Землю теоретически все-таки существует. Но почему тогда пришельцы до сих пор не напали на нас? Чтобы ответить на этот вопрос, пойдем от обратного. Представим, что человеческая цивилизация достигла высочайшего уровня развития. Люди садятся в ракеты и летят, к примеру, на освоение Марса. Как когда-то в Советском Союзе ехали на телегах, грузовиках и поездах осваивать целину. Человек создан для жизни на этой планете. Ему нужна вода, ему нужна минеральная пища какая-то определенная, которая существует на этой планете. Ему нужны условия, так сказать, давления, обусловленные местной атмосферой. Он привык к данной магнитосфере, к озоновому условию, к отсутствию излучения ультрафиолетового и так далее. Когда он попадает на тот же Марс, например, совершенно с другими условиями, то он должен либо мутировать под эту планету, либо он там просто-напросто погибнет. Исходя из этой логики, подобная трагическая участь может постигнуть инопланетян на чуждой им планете Земля. Ведь наш климат, вода и воздух скорее всего для пришельцев будут губительными. Так же, как говорится, других цивилизаций, которые могут пролететь сюда, открыть здесь только шлемофон, подхватить наши бактерии, это будет последний час их жизни. Сложно говорить, потому что вот эта вот биологическая среда, биологический скафандр, в котором мы живем, это предназначено только для данной биологической среды. Этот научный факт, похоже, не хотят учитывать ученые НАСА, с помощью которых английская газета Guardian опубликовала паническую статью о том, что пришельцы могут в ближайшем будущем уничтожить человечество, десантировавшись на нашей планете. Хотя впоследствии один сотрудник планетарного отдела НАСА опубликовал некое опровержение, сказав, что эта статья является просто статьей трех ученых, которые решили просто составить сценарный анализ в плане научных исследований своих, просто как размышления о возможном последствиях подобного рода контакта, эта ситуация никого не убедила. А следовательно, явилась очередной подпиткой для всякого рода домыслов и слухов в отношении предстоящего инопланетного вторжения, чтобы вновь отвлечь внимание общественности от насущных экономических проблем. Статья в Guardian это еще одна косвенная улика, подтверждающая, что экономическая система США и Великобритании на пороге краха. Валстанцы по уши влезли в долги и сейчас они огребают эти последствия, как, впрочем, американцы и весь остальной мир. Потому что все ваши доходы уже потреблены. Либо необходимо сокращать потребление. Как только начинается сокращать потребление, у вас падают доходы еще больше и наступает дефляционный коллапс. То, что мы сейчас наблюдаем. После того, как рухнула экономика в отдельно взятой стране Греции, мы стали очевидцами остервенелой реакции местного населения. Поджоги, бунт, насилие. Есть косвенные данные о том, что политическое руководство США действительно готовится к подобного рода событиям. Возможным. То есть прорабатывается сценарий, какого-то очень острого экстраординарного развития событий на нашей планете, к которому готовит себя американское руководство. Если рухнет экономика США, то рухнет вся мировая экономическая система. И население всего мира станет неуправляемым. И как себя поведут простые американцы по отношению к своему правительству и своей элите, похоже, предугадать несложно. Остается уповать только на помощь инопланетян. Верить или не верить в инопланетян – личное дело каждого. Но одно могу сказать точно. Если вдруг вы прочтете на первой полосе какого-нибудь политического издания о том, что где-то обнаружили НЛО, будьте внимательны. Либо курс доллара начнет падать, либо американцы начнут бомбить Иран. Так что прав был Рональд Рейган. Инопланетяне уже давно среди нас. И доказательства этому давно уже не требуются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА